Моё почтение, дорогие дамы и господа, с вами я, Артём. Вот уже целый месяц, а может быть и два, в комментариях вы меня просите, вы знаете ругульку, в которой я показывал всякие страшные пасхалки. Да и просто жуткие находки на кастанных картах в Гаррис моде. Я решил посмотреть, когда на канале выходило последнее видео на эту тему и ужаснулся, ведь последний видос с жуткими пасхалками выходил полгода назад. Благо, в мастерской за это время появилось немало крепоты, о которой мы сегодня и поговорим. Если вы здесь первые, то в описании ссылка на плейлист со всеми жуткими пасхалками. Также перед началом обязательно ставьте какой-нибудь комментарий, состоящий более чем из четырёх слов. И досмотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось ютубом. А сегодня я покажу вам 10 жутких секретов, найденных на пользовательских картах в Гаррис моде. Как всегда, берите что-нибудь вкусненькое, наливайте чеку, сажитесь поудобнее и мы начинаем. Начнём мы сегодня с карты, которую я показывал в своём недавнем видео про русские карты. Называется она ГМ Раша. Зайдя на неё впервые, я даже и не мог подумать, что здесь можно наткнуться на что-то жуткое. С виду это просто очень качественно сделанная карта, выгличая как ночной район где-то на окраине русского городка. Но гуляя по этому району, со временем начинаешь испытывать странное, жуткое, одновременно параноидальное чувство. Словно ты здесь не один, и тебя кто-то преследует. Я бы рад был сказать, что это всего лишь паранойя, но, к сожалению, это не так. Начнём мы, пожалуй, с жуткой пасхалки, связанной со страшной, реально существующей легендой. Найти которую без каких-либо подсказок, как мне кажется, довольно-таки трудно. Для начала нам нужно найти дом с тремя подъездами. У него ещё имеется сбоку лестница, а с противоположной стороны дверь, ведущая в подвал. Найти этот дом несложно, так как расположен он почти что в центре карты. Да и вообще он такой здесь один. Нашей целью является вышеназванный подвал. Подходим к двери, открываем и спускаемся вниз. Оказавшись в подвале, перед нами будет выбор. Сразу же свернуть налево и проползти под стеной, либо же пройтись на пару шагов дальше и около синей двери свернуть налево и идти по прямой. На самом деле, оба этих пути ведут в одно место. И идти вы можете по-любому. В этом подвале мы должны найти такой вот граффити с изображением двух человечков. Один из которых держит пистолет, а второй мегафон. Заходим в комнату, находящуюся слева от них, и заползаем в такую вот дыру, ведущую в канализацию. Как только вы выползете из этой дыры, сразу же сворачиваете налево. А, кстати, не знаю, заметили вы или нет, но почему-то мы всё время сворачиваем только налево. Подходите к такому вот проходу с заложенными кирпичами и ломаете любым оружием стену, находящуюся справа от него. Сломав стену и зайдя в эту секретную комнату, вам может показаться, что здесь ничего нет. Но если вы решите разломать деревянную доску, стоящую около стены, то за ней вы обнаружите дыру. Заглянув в которую, увидите жуткую картину. На которой изображена то ли какая-то страшная женщина, то ли девочка. В сообществе это изображение называют вырезанным из какого-то видеоскримером. Но на самом деле, перед нами часть картины Тацусима Юка. Под названием «Я больше не могу быть невестой». Спросите, так о какой же жуткой легенде я рассказывал вначале. Сейчас всё объясню. Изображение, находящееся за этой стеной, частенько использовали в видео, в котором якобы зачитывали проклятый стих. Под названием «Ад Томина». По легенде, если прочитать это стихотворение полностью, то вы либо в таком времени отправитесь на тот свет, либо заболеете, либо покалечитесь. При этом стихотворение нужно читать вслух. Сразу скажу, что всё это полное чушь и в интернете существует куча тому доказательств. Сам же стих является сообщением матери гейши, в котором она жалуется на тяжёлую женскую долю. На ютуб видео с этим стихом было загружено в 2013 году. И если честно, то в то время оно казалось мне дико страшным. А зная предысторию, я не выдерживал и трёх секунд. Пугал этот видос ещё за счёт жуткого роботизированного голоса. Сейчас вы услышите часть этого стиха. Поэтому всех впечатлительных людей, беременных женщин и детей прошу отойти от экранов. Не знаю, что здесь забыла эта картина, но подлететь с помощью новых клипок к ней нельзя. Так как она сразу же телепортирует нас обратно. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой легенды, да и вообще по поводу самой пасхалки. А мы тем временем переходим к следующей. Вторая пасхалка вызывает намного больше вопросов. Для того, чтобы её увидеть, вы должны найти дом, недалеко от которого расположена помойка. Находится этот дом в самом углу карты. Заходим за этот дом и возле забора рядом с металлической трубой видим канализационный люк. Этот люк, в отличие от всех остальных имеющихся на карте, можно открыть нажав клавишу Е. Открываем его и спрыгиваем вниз. С первого взгляда может показаться, что мы попали в тупик и люк попросту никуда не ведёт. Но на самом деле, по аналогии с первой пасхалки, здесь точно так же можно разломать стену. Но если в первом случае это была просто белая, ничем не уделяющаяся стена, то здесь же это всем самим видом дающее понять, что её можно сломать кирпичная кладка. Ломаем её любым имеющимся у нас оружием и проходим вперёд. Сделав пару шагов, натыкаемся на ещё один спуск. Поскольку других вариантов у нас нет, то спрыгиваем вниз. Спрыгнув вниз, мы попадаем в жуткие катакомбы, которые, по всей видимости, когда-то насильно держали людей. Это и миска, найти которой можно в разломе стены. Но это далеко не всё. И направившись вглубь этих катакомб, можно услышать человеческий крик, что говорит нам о том, что здесь кого-то держат и по сей день. Пройдя ещё чуть дальше, можно наткнуться на такую вот яму. Наполовину заполненную, то ли кровью, то ли кишками. То ли вообще бог пойми чем. А рядом будет находиться закрытая дверь топора и ведра. Смотря на всё это, можно сделать лишь один вывод. На этой карте есть маньяк. Ещё больше подтверждает эту теорию комната, находящаяся неподалёку. Возвращаемся в зал с ямой и запрыгиваем по разрушенным столбам в проход наверх. Здесь мы натыкаемся на похожую картину. Но только теперь здесь имеется окровавленная, по всей видимости, вентиляционная шахта. И ещё одна яма. Если постоять в этой комнате подошли, то вы увидите, как через эту шахту сбросят изуродованное тело. А когда вы попытаетесь отсюда убежать, то вдаль позади вас начнут ломиться. Но и на этом ещё не всё. И если вернуться к тому месту, где были кости, то вы увидите череп, некогда валяющийся в родломе за стеной. Теперь он лежит в центре прохода и словно смотрит прямо на вас. Третья посылка связана с загадочными тёмными фигурами. Или как их ещё называют в народе с наблюдателями. Наверное, уже все знают легенду про так называемого наблюдателя. Я даже как-то делал отдельное видео про это существо. И если бы его ещё не смотрели, то подсказка с ним появилась про верхний угол. Так вот, как утверждают некоторые люди в обсуждениях этой карты, да и в общем-то не только карты, даже в комментариях под моим видео люди не раз писали, что замечали чёрный убегающий силуэт. А кто-то даже писал, что этот силуэт его преследовал. Начался даже спор на эту тему. И люди разделились на два лагеря. Одни утверждают, что здесь абсолютно точно есть наблюдатели, и они его увидели. А вторых же просто считают этих людей шизиками и сказочниками. Причём я и сам довольно долго метался от одного лагеря к другому. Не зная, кому вообще верить. Так как никто никаких пруфов за всё это время не предоставил. Есть лишь какие-то фейковые ролики на ютубе, где спавнят толпы NPC на крыше и выставляют это чем-то необычным. Но пробегов на этой карте целый день, я наконец-то могу дать точный ответ. Есть ли на этой карте наблюдатель или нет. И вы не поверите, но да, он и правда здесь есть. Правда, то ли мне не везёт, то ли у него уж слишком маленький шанс появления, но видел я его лишь в одном месте. Возле того самого трёхподъездного дома с подвалом. Он с очень маленьким шансом пробегает вдали под фонарём. Выбегает он из-за угла со стороны гаражей и исчезает буквально через 2 секунды. Из-за чего его очень сложно заметить. Честно говоря, в каких-то других местах я его не встречал. Хотя люди утверждают, что он очень часто появляется на крышах домов. Но сколько бы я ни бегал на этой карте, на крыше я его так ни разу и не увидел. Следующая жуткая находка спрятана в заброшенном доме, который я показывал ещё в прошлом видео. Находится этот дом на краю карты, недалеко от того, за которым мы нашли проход в катакомбы. Подойдя к этому дому, вам сразу же бросится в глаза, выбитое на втором этаже окно и отсутствующий свет. А как только вы зайдёте в подъезд, звуки ночного города, звывания ветра и прочие уже привычные нам шумы моментально смеются страшным эмбиентом из Half-Life'а. Создавая ощущение, что мы находимся не в Гарри Смуде, а в каком-то хорроре. Поднявшись на второй этаж, перед нами предстанет ещё более интересная картина. Дверь квартиры, находящаяся слева, выбита. А внутрь в одной из комнат стоит стул. Словно кто-то всё это время сидел и наблюдал за нами. Но это, естественно, ещё не всё. И в соседней комнате можно найти тело манекена. И вот об этом мы поговорим чуть подробнее. Этот манекен обсуждают, наверное, с момента выхода карты. О нём входят различные слухи и теории. Самая, как мне кажется, правдоподобная теория, это теория о том, что его можно собрать. И взята она далеко не из воздуха. Так как его части и правда раскиданы по карте. Первая часть находится буквально в двух шагах от этого места. Она валяется на полу в кирпичном строении за гаражами. Вторая же часть находится уже в другом углу карты. Недалеко от продуктового магазина за ещё одним кирпичным строением. И, к сожалению, это последняя часть, которую удалось найти. Вполне возможно, что на этой карте никаких частей больше-то и нет. Но тогда встаёт вопрос. А зачем вообще нужно было создавать этот манекен, да ещё и прятать его части? Возможно, когда-нибудь мы и получим ответ на этот вопрос. Но сейчас хотелось бы затронуть ещё один очень жуткий и странный момент. Если спустя какое-то время вернуться к тому дому в квартире, в котором мы нашли тело манекена, и не заходя в подъезд посмотреть в окно комнаты, в которой стоит стул, то можно увидеть, что там горит свет. Но если зайти в подъезд и снова подняться на второй этаж, то этот свет погаснет. На самом деле, я даже и не знаю, что думать по этому поводу. Я пробовал залететь туда камеры, но ничего интересного я там не нашёл. Свет просто горит откуда-то из стены и при приближении исчезает. Очень сильно хочется узнать ваше мнение по поводу этой ситуации и всей этой истории с манекеном. Так что обязательно пишите в комментарии, что вы по поводу всего этого думаете. Пятая жуткая находка, пожалуй, загадочнее всех остальных. Находится она возле трёхподъездного дома, прямо рядом с лестницей. Здесь есть такое вот небольшое строение с маленькими окошками. Зайти в него нельзя, так как дверь неактивна и является всего-навсего текстурой. Если использовать на клип и заглянуть внутрь, то через окошко видно, что внутри валяется ещё одно тело манекена. А напротив него стоит какой-то человек. Причём, если вы попытаетесь пролететь внутрь, то вас просто телепортируют назад. Что самое интересное, этот человек иногда исчезает. И на этот небольшой промежуток времени, пока он отсутствует, у вас есть возможность залететь внутрь и посмотреть, что там вообще происходит. Но признаться, внутрь нет ничего интересного, кроме ещё одного манекена. С помощью аддона под названием Пак, мне всё-таки удалось пролететь внутрь и посмотреть, кто это такой. Но, к сожалению, пролетев внутрь, я даже как-то немножко разочаровался. Так как этой загадочной персоной является низкодетализированная моделька жителя Сити-17. Которая используется в Half-Life в те моменты, когда персонаж уходит очень далеко. И в целях снижения нагрузки, все жители, находящиеся в долине подачи в поле зрения игрока, заменяются на эту модельку. В файлах игры она называется mailchipel.mdl. Только вот не совсем понятно, зачем она здесь вообще нужна. Куда она исчезает и для чего здесь ещё один манекен. Кстати, я пробовал захидывать сюда те спрятанные части манекена, но это совершенно ничего не даёт. В обсуждениях этой карты один из игроков написал, что бегая по этому району, в один момент он вдруг услышал, как за его спиной кто-то голосом житель из Half-Life сказал ему привет. Но когда он обернулся, то позади него никого не было. После этого он решил слетать до ком-то с этим странным низкодетализированным персонажем. И как вы, наверное, уже догадались, его там не оказалось. Не знаю, правда это или нет, но если это всё-таки правда, то по всей видимости у нас есть небольшой шанс словить это событие с появляющимся за спиной жителем. Но даже отбегав на этой карте целый день, ничего подобного я здесь не увидел. Кстати, есть ещё один очень странный момент. Та тёмная фигура наблюдателя, о которой я говорил ранее, убегала именно по направлению к этой комнате, в которой стоит данный персонаж. Возможно, это просто совпадение, а возможно и нет. Обязательно пишите в комментарии, что вы об этом думаете. На этой карте есть ещё несколько пасхалок. Правда, они довольно маленькие, да и не сказать, что жуткие. Но тем не менее, давайте по ним быстренько пробежимся. О первой пасхалке я узнал из комментариев под прошлым видео. Пользователь под ником Sunstale написал, за что, кстати говоря, ему огромное спасибо, что если у одного из края карты подойти к дому, то из окна со света можно услышать песню Цоя. О следующей пасхалке я также узнал из комментариев. Пользователь под ником призван или призван, не зная просто, как это правильнее читать, написал в комментарии, за что, кстати говоря, также огромное спасибо, что один из фугонов через какое-то время перемещается в другое место. Причём у него нет никакой анимации езды и он просто телепортируется. Речь идёт о буханке, которую можно увидеть рядом с детской площадкой, недалеко от ларька перед жёлтой машиной. Через какое-то время этот фугон сам по себе телепортируется в переулок, находящийся возле продуктового магазина. Причём точно такой же фугон есть и напротив трёхподъездного дома с лестницей. Но в отличие от первого, его нельзя взять физганом. Что ещё раз говорит нам о том, что с телепортирующимся фугоном явно что-то не так. Вообще, мне кажется, что пора создавать дискорд-сервер, где мы будем делиться различными находками, догадками и теориями. Если вам нравится эта идея, то обязательно напишите в комментарии. Следующая карта называется GM Magist 25 School. Да, это та самая карта про школу, которую я показал в одном из своих видосов. Но на тот момент у неё почти что не было никаких оценок. О ней никто не знал, да и вообще автор перестал её обновлять. Но всё это в прошлом, так как сейчас у карты уже 5 звёзд. Куча наград, да и автор продолжил над ней работать. Вот уж не знаю. То ли это моё видео так повлияло, то ли люди наконец-то прозрели и заметили эту шедевральную карту. В общем, одному богу известно. Радую то, что карта теперь жива и даже обрастает всякими секретами и пасхалками. Признаться, я даже и не ожидал найти на этой карте что-то жуткое. Так как здесь совершенно нету никаких намёков на крепоту. Из-за чего, кстати говоря, эта находка выглядит ещё страшнее. Как только вы зайдёте в школу, то сразу же сворачиваете налево и идите прямой до такой вот комнаты с лестницей. Отсюда ещё можно попасть в столовый и спортивный зал. Но нас сейчас интересует актовый зал на втором этаже. Так что поднимаемся по этой лестнице и заходим в правую дверь. С виду это самый обычный актовый зал, без каких-либо намёков на какую-то крепоту. Но если вас также, как и меня, заинтересуют странные тёмные отверстия, находящиеся над деревянным столом, и вы решите пролететь туда на клипом, то за этими четырьмя отверстиями вы найдёте секретную комнату с жуткой картиной, на которой изображено чьё-то изуродованное лицо. Причём не знаю почему, но это лицо мне кажется дико знакомым. Я вроде бы даже встречал его в каком-то видео на ютубе. Возможно даже в легендарном Вайоминском инциденте. Или в какой-то фанатской переделанной версии. Когда находишь что-то подобное на карте, совершенно никак не связанной с крепотой, то становится как-то реально не по себе. Кстати, если вы знаете, что это за лицо, откуда оно взято и для чего оно здесь вообще нужно, то обязательно напишите в комментарии. Дальше у нас идёт карта под названием ГМ Голден Сити. Я уже показывал вторую версию этой карты в своём недавнем видео про различные версии карты ГМ Биг Сити. Но сейчас мы поговорим о её первой версии. Или вернее о её страшной пасхалке. Пасхалка эта довольно большая. Причём большая она в прямом смысле этого слова. Для начала нам нужно найти огромную металлическую дверь. Сделать это довольно сложно. Поэтому лучше воспользоваться данной консольной командой и найти её по названию. Называется она Secret Door Dest. Но на самом деле просто найти её недостаточно. И для того, чтобы она открылась, вам придётся ещё кое-что сделать. Недалеко от этой двери есть баскетбольная площадка. Ваша задача 10 раз забросить в корзину любой пролезающий в неё объект. Это может быть, к примеру, арбуз или череп. После того, как вы закинете туда 10 раз абсолютно любой объект, то услышите звук. Наподобие того, что проигрываете при нажатии на кнопку. Теперь возвращаемся к той металлической двери и видим, что она открыта. Смело заходим внутрь и попадаем в секретную комнату с красным освещением и кнопкой. Жмём на эту кнопку и слышим страшную загадочную мелодию. Возвращаемся на улицу и видим, как над городом в небе парит гигантское лицо какого-то человека. Как мне кажется, это лицо создателя карты. Но раньше на этом месте было совершенно другое лицо. И по какой-то непонятной причине автор вдруг решил его заменить. Зачем он это сделал, я, если честно, не знаю. Но даже сейчас это всё выглядит максимально жутко и дискомфортно. Дальше у нас идёт ещё одна версия Биг Сити под названием GM Big City SH. Мы уже как-то раз рассматривали эту карту в видосе про жуткие пасхалки. И в прошлый раз мы здесь нашли страшную комнату, состоящую из каких-то кишок. Но это далеко не всё и совсем недавно я нашёл здесь ещё кое-что очень интересное. На самом деле здесь не один секрет, а сразу несколько. Но я решил не выводить всё это в отдельные пункты, а показать всё вместе. Первая жуткая находка спрятана на крыше огромного здания, находящегося неподалёку от разрушенного моста с полицейскими машинами. На входе у этого здания висит нимб солнца, при приближении к которому ваш персонаж скажет, что у него плохое предчувствие. Зайдя в дверь, находящуюся рядом с этим нимбом, вы попадёте на крышу, где стоит вертолёт. Как только вы подойдёте поближе, сам по себе сразу же включится прожектор, а из коробок, стоящих рядом, начнут доноситься жуткие звуки. Причём сломать эти коробки нельзя. Но вот если пролететь в них на клипом, то внутри во обнаружке гнома Чомски. Зачем он здесь, я без понятия. Также здесь есть юзабельное радио. Тело КТшника из Counter-Strike Source и записка, висящая на вертолёте. Её текст можно примерно перевести как «Грехи преступника лучше оставить в прошлом». Также недалеко от спавна есть огромный жёлтый дом, в который тоже можно зайти. Когда вы нажмёте на дверь, вас телепортируют на крышу. Здесь опять же можно увидеть нимб солнца, кровавую комнату, в которой на одной из стен написано «В этом виноват ты». А в соседней комнате будет ещё одна записка, в которой совершенно неразборчиво написано что-то наподобие «Судья был строг, но он был логовом». Солнце освещает его деяние снизу. Опять же, неподалёку от спавна есть ещё одно интересное место. Находится оно напротив этого самого жёлтого дома. Зайдя внутрь, перед нами будет стол, стул, телевизор, бутылка, револьвер. Из которого, по всей видимости, только что был сделан выстрел. На самом деле, всё это напрямую связано с лором этой карты. И из увиденного можно сделать вывод, что кто-то здесь покончил с собой. Кстати, ещё на одной из стен здесь также красуется нимб солнца. А в комнате играет очень красивая музыка, напоминающая саундтреки Silent Hill. Ещё одну интересную находку можно увидеть на водоочистительной станции. Здесь внутри можно найти тело, подойдя к которому вы услышите крик. Также здесь опять изображён нимб солнца и имеется надпись. Которая переводится примерно как «Всегда легче винить кого-то другого, чем винить самого себя». Следующая карта называется GM Liminal Hotel. Про эту карту мне писали, наверное, ещё месяца два назад. Якобы здесь есть очень страшный секрет, если я буду записывать видео про жуткие посылки, то обязательно должен это показать. Эта карта создана по подобию реально существующего отеля в Лондоне. Также известного как 188 уровень в закулисье. С первого взгляда может показаться, что этот уровень не такой уж-то и страшный. Но попав сюда лично, вы быстро убедитесь в обратном. Для того, чтобы увидеть эту страшную посылку, вам практически не нужно ничего делать. Для этого в самом начале, как только вы появитесь на карте, достаточно подойти к проигрывателю и нажать на неё клавиши действия. После этого на карте включится музыка, а вместе с ней появится уже знакомый нам по первой карте тень. Причём появляется она в нескольких местах. Первый раз вы увидите её сразу же после того, как включите проигрыватель. Вторая встреча будет на первом этаже возле одной из комнат. Тень буквально на пару секунд появится из-за угла. В третий же раз вы сможете увидеть не одну тень, а сразу же две. Сделать это можно поднявшись на последний этаж и зайдя на такой вот переход. В дальнем окне на третьем этаже появятся сразу два силуэта. Но на этом ещё не всё. И на карте присутствует ещё один секрет. Если после того, как вы включите проигрывателя, вдруг решите в него выстрелить, то на первом этаже сразу же появится огромное количество кровавых пятен. Причём на пятом этаже есть секретная комната. Находится она возле лестницы, прямо рядом с кровавым пятном. И если зайти в неё после того, как вы выстрелите в проигрыватель, то здесь вас будет ждать ещё одна секретная встреча. Если зайти в эту комнату, дойти до кровавого пятна и развернуться, то можно увидеть огромные глаза и ту самую тень, стоящую рядом. Если же прийти сюда не стреляя в проигрыватель, то никакой крови, тени и глаз здесь не будет. Последняя карта называется GMO 13 Hotels. Да, мы уже находили здесь комнату с призраком, но как мне писали в комментариях, здесь есть ещё одна довольно-таки криповая пасхалка. Причём, как мне кажется, она будет даже пострашнее предыдущей. Для того, чтобы её найти, сперва вам нужно в туалете одной из башен разломать стену. Рядом с этой стеной ещё стоит деревянный поддон. Разломав стену, вы обнаружите спрятанный проход в давно заброшенный богом забытый участок башни, напоминающий то ли какую-то канализацию, то ли туннели. Должен признаться, место это по-настоящему криповое, и хочется уйти отсюда как можно быстрее. Гуляя по этим туннелям, в определённый момент вы наткнетесь на странную, забитую деревянными досками комнату, разломав которую, зайдя внутрь, вы увидите сообщение, в котором говорится, что где-то в этих туннелях живёт человек-крыса. Некоторые утверждают, что слышат её крики из тёмной ямы, и вполне возможно, что он живёт где-то внизу. Причём, бегая по этим туннелям, и правда, можно услышать чьё-то тяжёлое дыхание. А при желании, источник этих звуков можно даже и увидеть. Чтобы увидеть так называемого Рэтмана вживую, вам нужно зайти в дверь, находящуюся рядом с комнатой, которая была забита досками, и выйти на небольшой железный балкончик. С первого взгляда здесь абсолютно нет ничего интересного. Но вот если включить на клип и взлететь под этот балкон, то внизу в стене вы обнаружите проход. Зайдя внутрь и пробежавшись чуть вперёд, вы увидите того самого легендарного Рэтмана. Правда, выглядит он как самый обычный сталкер из Халф-Лайфа. Причём, когда вы к ним подойдёте, то на экране у вас плывёт ещё парочка сообщений, в которых говорится о том, что Рэтмен бежал из тюрьмы ещё в 1994 году. И с тех самых пор он живёт в этих катакомбах. Вообще, на самом деле, эту пасхалку почему-то считают отсылкой к Порталу. Но больше всего, как мне кажется, она похожа на миф из 4-й ГТАшки. Не знаю, есть ли здесь алды или нет, но когда-то данным давно ходил слух, что в метро в 4-й части ГТАшки живёт существо по кличке Рэтмен. Или в переводе на русский язык «крыса-человек». На ютубе даже есть всякие видосы, где он якобы попал на камеру. Но это всё фейк, и до сих пор нет никаких доказательств его существования. А вообще, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой пасхалки. Связан ли как-то этот Рэтмен с тем же Порталом, ГТАшкой, или может быть это вообще совершенно с чем не связанная пасхалка? Обязательно напишите, что вы об этом думаете. Друзья, а на этом у нас сегодня всё. Если вы узнаете ещё какие-нибудь страшные пасхалки, то обязательно пишите в комментарии. А также делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте и смотрите другие мои видео. А с вами был я, Блэк Рейнбоу, хорошего вам настроения, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.